начинаю делать раскладку лекал на ткани так смотрите вот это у нас легло переднее полотнище сейчас общий вид покажу потом объясню все тонкости вот у нас идет сгиб ткани и как бы туда-сюда как бы кверх ногами положила я лекала заднего полотнища юбки в этот вот в этот вот выпад вот что у меня вот здесь получался так как рисунок не направленный направление у рисунка нет мы можем переворачивать лекала прикрой и если у нас идет направление ворса направление рисунка четко выраженная значит мы все краем в одном направлении так как у нас тут этого нет значит мы можем тут свободно лекала переворачивать так то что вот я говорила вот она передние полотнище юбки вот она сейчас объясню что тут у нас как предыдущем видео я говорила вот мы тальевую вытачку отрезали талию то ли у нас отрезная платье линию талии разрезали юбка себе у нас полочка себе получилось вот вниз у нас была проведена линия мы по ней разрезали вытачку закрыли и у нас внизу открылась вот эта фалда вот она вот она как будет вот по боку то что давали расклешение вот у нас получилось центр изделия вот у меня контрольная метка потом вот здесь я поставила но сейчас лекала сниму и проведу линию и внизу отметила тоже контрольную точку соединился прямой линии так контрольную точку поставила где у нас вытачка потому что мне нужно будет при сметке совмещать вот это место стальевой вытачкой полочки потому что сейчас и так у нас пойдет уже видите косая нить немножко чтобы у нас ничего не перетянулась чтобы было все четко нужно все контрольные точки ставить все нужно соединять сделала припуски на швы где-то 23 сантиметра всегда оставляя потому что потом после примерки строчу все осноравливаю и обмотываю уже на одинаковую ширину так вот так же на заднее полотнище юбки вот то что говорила у нас идет там на расклешение к бедрам от приталивания по спинке здесь у нас вот эта вытачка заложенная и вниз я провела ее на расклешение и сейчас металла тут вам не буду переворачивать ну вот так сейчас показать не будет видно в общем приложила теперь расклешение у нас заложено средний шов спинки точно так же закрыла вот тольевую вытачку внизу открылась фалда также расклешение по боковому шву и припуски на швы тоже сейчас вот здесь еще поставлю контрольную точку чтобы мне при сметке совместить вытачку и вот это место где у нас располагается сама вытачка тольевая я на у нас тут вот она вот здесь у меня будет тольевая вытачка по спинке все по низу дала припуск 5 сантиметров потому что вот мне больше всего конечно нравится когда юбки расклешенные они по длине смотрятся лучше мы посмотрим все на примерке все определимся так дальше сейчас буду выкладывать спинку полочку буду строить рукав потом дальше сделаю обзор краем полочку и спинку на ткани так вот у нас лекало спинки вот то что я в лекале закладывала вот здесь у нас был припуск один сантиметр от линии лекала как бы вытачка заложено на прилегание я ее срезала у нас получился новый новая линия спинки середины спинки вот я ее теперь прикладываю вот к сгибу ткани вот обвожу короче по новым контуром так вы . плечевая тольевая сейчас я все продлю до низа так боковой шов плечевой шов здесь у нас как бы так все без изменений вот то что касается полочки вот у нас лекала лежит вот она лежит положила тоже перевернула лекала потому что по рисунку мы это можем делать нарушение у нас никаких нет закрыла нагрудную вытачку и открылась она у нас в тольевой сейчас покажу это так вот у нас что получилось сейчас уберу вот у нас была нагрудная вытачка вот она весь полный раствор мы ее закрываем снизу разрезаем с учетом заложенной тольевой вытачки по расчету мы это все вырезаем по намеченному контуру тольевой вытачки и то есть у нас уже открывается раствор нагрудной вытачки плюс тольевая вытачка которая была заположена на полочке лишнего тут уже ничего у вас не будет при сметке вот и вот то что вот у нас получается вот я обвела все это уже вот так вот на ткани дала необходимые припуски сейчас построю лекала рукава и все буду уже все вырезать то есть дело продвигается потихонечку построила я лекала рукава сразу на ткани при построении рукава я использовала мерки то есть я когда строю лекала я сразу сюда все же на спинку вот записываю длину рукава используем мерку обхват запястья длина проймы высота оката и обхват плеча при построении мы сейчас что использовали вот у нас первая мерка пошла высота оката и длина рукава длина рукава так как у нас идет манжет широкий я длины рукава вот у нас 63 я отняла 7 сантиметров но прибавила 2 на сгиб локтя то есть то есть это не 60 минус 63 минус 5 это у нас получилось 58 сантиметров вот длина рукава вот чистое до припуска нашего на шов 58 сантиметров так при построении рукава мы использовали мерку длинные проймы то есть мы провели вот эту горизонталь вертикаль и от горизонтали мы использовали мерку длину проймы деленую на 2 чтобы нам войти обхват плеча здесь мы поместились идеально если вдруг не хватает у вас вот по этим меркам обхвата плеча значит вы тогда уже рука встроите от обхвата плеча чтобы рука не была затянута также сохранили контрольные точки вот по спинке по полочке прикроем и сейчас ставим рассечку по центру и по передней половинке рукава на уровне вот этой контрольные наши точки то есть они у нас называются по 3 по 6 кто знаком с конструированием тут знает это так по низу рукава так как у нас манжет складки или сборки независимо мы должны дать прибавку на свободу на вот этот объем я дала прибавку 12 сантиметров то есть если у нас обхват запястья 17 сантиметров плюс 12 29 сантиметров то есть 29 мы делим пополам и от центра влево и вправо по 14 сантиметров я отложила все соединяем вот боковые линии шов рукава соединяем и все припуске на швы сейчас буду все вырезать приблизительный расход на такую модель вот у меня ушло 240 я краю из ткани отелье поэтому мы сразу ничего не режем вот сколько у меня уходит фактический расход я вот отмеряю все высчитываю сколько мне надо будет еще на подрезку потому что будет подбор на полочке воротник манжет подбор на юбке то есть подрезка как бы большая манжеты ну то что у нас тут остались вот эти кусочки я так думаю что нам этого хватит так что 240 два с половиной метра смотря у кого какой размер и рост должно хватить так что все вырезаем